Пион Команд Перформанс – выращивание сорта в саду. В мире пионов Команд Перформанс, Пейни Команд Перформанс, занимает особое место. Он хорош в цвету, очарователен вне периода цветения. Культура подходит для оформления садовых участков, парков. Уместен в сочетании почти со всеми садовыми растениями. Пион Команд Перформанс, Пейни Команд Перформанс – что это за сорт? Родиной сорта считается США. Во всяком случае, в 1996 году в реестр пионов он включен именно там. Там же на выставке завоевал звание Гранд Чемпиона. К сведению. В России Команд Перформанс выращивают с начала 18 в. Как цветет пион Команд Перформанс? Краткое описание и характеристика. Взрослый куст пиона Команд Перформанс довольно объемный. Высота его достигает 0,8 метра, диаметр кроны около 1 метра. Стебли мощные и прямостоячие. Нижние третьих без листьев. Листья густо-зеленые узорчатые. Бутоны гибрида одиночные, крупные, ярко-красные. Обратите внимание. Пион Команд Перформанс среднераннего цветения. Преимущества и недостатки сорта. Главным достоинством сорта считается морозоустойчивость. Кусты способны переносить морозы до 40 градусов. Растения также устойчивы к болезням, засухе и нетребовательны к составу почвы. Недостатком гибрида считают непереносимость прямых солнечных лучей. На солнце лепестки выгорают, бледнеют. Уменьшается срок цветения. Полную тень цветок тоже не переносит. Он просто перестанет цвести, потеряет пышность кроны. Еще один недостаток гибрида – невозможность размножения семенами. Даже если получится вырастить саженец, сортовые качества не сохранятся. Использование в ландшафтном дизайне. Пион Команд Перформанс – высокорослое растение, поэтому в соседе к нему лучше выбирать низкорослые и среднерослые культуры. Прекрасно будет смотреться объемный куст, как центральная фигура цветника. Пион Команд в ландшафтном дизайне. Он будет отличным фоном для Остильбы Лилейников Ирисов Ромашек Колокольчиков Флоксов Хост Астр Гейхеры Примулы и другие. Обратите внимание. Долго цветущие растения типа герани будут оттенять листву уже отцветших кустов, а первоцветы украшать цветник до начала цветения пиона. Выращивание цветка Один раз посадив этот сорт, можно почти полвека любоваться красивым цветением. От человека требуется бережный уход и любовь. Разводить культуру можно Корневыми черенками Отводками Семенами Посадка корневыми черенками Самый распространенный метод размножения культуры – это деление корневища. Для этого годятся взрослые 5-8 лет, здоровые кусты. Корневые черенки пиона Команд Процесс размножения Выбор куста Его выкапывание Деление корневища на части с несколькими глазками Вымачивание деленок в растворе марганца Обработка срезов толченым углем или порошком корицы Выдерживание на воздухе несколько дней Высадка на постоянное место Еще одна разновидность получения корневого черенка – это выкапывание отводков. Для этого осенью куст обкапывается по кругу и высоко мульчируется. Весной рядом с ним вырастут отростки из спящих почек. Вот их можно отделить и посадить на новое место. Обратите внимание, оба метода позволяют получить растения с охранением сортовых качеств. В какое время осуществляется посадка? Самые крепкие кусты вырастают при раннеосенней посадке. Идеальный срок – первая декада сентября. За осенние месяцы растения хорошо укорениться. В зимний период корни продолжат развитие. При необходимости сажать и пересаживать кусты можно и весной до начала вегетации. Выбор места Команд Перформанс, как и многие другие пионы, растет на одном месте много десятилетий. Поэтому для куста требуется довольно большой участок. Другие растения лучше сажать на расстоянии не менее одного метра. Не любят этот сорт и прямые солнечные лучи, предпочитают полутень. Так декоративность бутонов сохранится гораздо дольше. Как подготовить почву и цветок для посадки? Пионы очень нетребовательны к составу почвы. Прекрасно растут на глинистых и суглинистых грунтах. Песчаную почву на участке следует разбавлять более плотным грунтом. Плотность нужна как устойчивая опора для корневой системы. Также очень плотную почву рекомендуется немножко разрыхлить, добавляя песок, торф. Важно! При посадке очень важно выстилать дно посадочной ямы дренажными материалами, керамзитом, битым кирпичом, камушками. Застой воды быстро ведет к гниению корней. Для саженца тоже необходима предпосадочная подготовка. Главное, проверить его на наличие порченных участков. Далее очищенная деленка дезинфицируется в растворе марганца и выдерживается на воздухе 2-3 суток. После саженец готов к высадке. Процедура посадки пошагово. Гибрид пиона команд перформанс, хибриды пейни команд перформанс, будет хорошо расти, свести при соблюдении несложных правил посадки. Пошагово это выглядит так. Выкапывается лунка размерами 0,6 на 0,6 на 0,6 м. К вынутой земле добавляется ведро перегноя, компоста, 0,5 литра золы, 0,2 килограмма калийно-фосфорного комплекса. На дно ямки насыпается дренаж, битый кирпич, камушки. На дренаж насыпается готовый грунт до 1 дробь, 3 высоты ямки. Сверху располагается саженец с расправленными корнями. Куст присыпается оставшимся грунтом и утрамбовывается. Куст пиона команд. Далее новый куст требуется обильно полить, при необходимости нужно досыпать земли. Важно! Почки саженца нельзя углублять более чем на 5 сантиметров от уровня земли. Посадка семенами для селекции. Семена собираются до полного созревания. До посева проводится их стратификация. Этот процесс долгий, заключается в прогревании влажных посевов до 30 градусов, охлаждении под стеклом до комнатной температуры 25-28 с. Помещенное в светлое место рассады регулярно увлажняется. Через 2 месяца должны появиться корешки. К сведению! Схожесть семян крайне низкая, не более половины всего посеянного количества. Далее наступает холодная фаза, то есть сеянцы пикируют по отдельным емкостям с плодородной землей и помещают в холод, можно холодильник, если часто не открывать. Там они пробудут следующие 3-4 месяца. С появлением первых листочков саженцы опять выставляются в светлое теплое место до высадки в открытый грунт. Семена команда. Уход за растением. Уход за команд перформанс заключается в систематическом поливе, рыхлении, мульчировании, удобрении. Полив и подкормка. В сухую жаркую погоду перформанс нуждается в поливе раз в неделю. Объем воды на взрослый куст, не менее ведра за раз. Первые 3 года цветок можно не удобрять. В дальнейшем показаны ранее весенние подкормки азотными и калийными удобрениями и древесной золой перед бутонизацией ей. Осенью желательно внести органику, перегной, компост. Достаточно просто высоко окучить куст составом. Важно! От подкормок зависит качество цветения, мульчирование и рыхление. С возрастом корневая система пиона разрастается. Некоторые почки роста обнажаются. Чтобы не допустить их замерзания, рекомендуется под куст насыпать толстый слой мульчи, компост, перегной. Для обогащения корневой системы кислородом при корневой участок нужно регулярно рыхлить. Профилактическая обработка. Для предупреждения заражения кустов следует применить превентивные меры. Рекомендуется начинать сразу после посадки саженца. Перед этим его обрабатывают раствором марганца. Достаточно подержать в нем 30 минут. Также полезны опрыскивания, даже обильный полив, почвы посадочной ямы и участка вокруг куста бордоской жидкостью. Цветение пиона Command Performance Гибрид Command Performance отличается крупными махровыми бутонами. Они одиночно располагаются на верхушке высокого цветоноса. На боковых ответвлениях цветов не бывает. Пион в срезке. По форме бутон напоминает бомбочку или помпон. Лепестки тесно прижаты друг к другу, не склонны к быстрому опадению, не боятся дождей. Верхний край лепестков зубчатый. Расцветка бутона ярко-красная с коралловым отливом. Цветки практически не пахнут. Обратите внимание. В промышленных масштабах гибрид выращивается для срезки. Период активности и покоя. Надземная часть травянистого молочно-цветкового растения начинает расти в самом начале весны. Крона отрастает довольно быстро. В южных регионах уже в начале мая цветоносы выбрасывают бутоны. В полную силу цветение вступит в середине мая. От начала цветения и до окончания проходит месяц. Для средней полосы России этот срок передвигается на месяц, то есть цветение продолжается с середины июня до середины июля. Уход во время и после цветения. Весь вегетативный период уход за пионом одинаков. Из разовых разрешено внесение удобрений, добутонизации, после цветения. В конце лета куст следует освободить от отцветших бутонов. Что делать, если не цветет? В любом случае не цветет молодое растение до двух лет, и пересаженное в том числе. Помимо этого, причины могут быть в Неправильном выборе места Плохом уходе Поражение растения болезнями, вредителями После исправления ошибок на будущий сезон можно ожидать цветения. При пересадке оно наступит через пару лет. Пионы после цветения Уходовые процедуры после цветения продолжаются. Кусты также поливаются, пропалываются и рыхлятся. Для сохранения декоративности удаляются все отцветшие бутоны и засохшие листья. Пересадка Пересаживать пион можно ранней весной или в начале осени. Садоводы больше склоняются к осенней. Но при правильно выбранном месте и регулярном уходе шансы одинаковы. Обратите внимание. Возможно, при осенней пересадке, Цветение наступит уже в следующем сезоне, А весенняя пересадка это исключает. Обрезка В рамках подготовки к зимовке травянистые кусты обрезаются почти под корень. Достаточно оставить обрубки 5-7 см. Процедура проводится перед первыми заморозками. Подготовка к зиме В капитальном укрытии взрослый команд Перформанс не нуждается. Для хорошей зимовки достаточно внести калийно-фосфорное удобрение, Толстым слоем замульчировать перегноем, торфом, компостом. Когда выпадет снег, можно засыпать им куст поверх укрытия. Кусты до 3 лет рекомендуется укрывать тщательнее. Поверх толстого слоя мульчи можно положить укрывной материал, мешковину или лапник. Болезни, вредители и способы борьбы с ними В описании пиона команд Перформанс отмечена хорошая устойчивость к присущим культуре болезням и вредителям. Но при неправильных посадке и уходе могут наблюдаться различные грибковые заболевания типа пятнистостей, коричневой, бурой, мучнистой. Росы, гнилей, корневой, серой. Их можно предупредить своевременным удалением засохшей листвы и бутонов. До начала вегетации можно опрыскивать кусты медным купоросом. Из вредителей больше всего досаждают муравьи. Они сами питаются нектаром цветков и разносят тлю по всему кусту. Последние высасывают клеточный сок, вследствие чего слабеет растение, замедляется цветение. В борьбе с ними можно использовать божью коровку. Если масштабы поражения велики, то лучше пускать в ход инсектициды, актолик, актару. Сорт команд перформанс – это объемный куст с пышной зеленой листвой и роскошными красными бутонами. Он растет везде, где температура не опускается ниже, 40 градусов. Отличается длительным цветением, долго стоит в срезке. Единожды посадив такое растение, можно любоваться им в течение 40-50 лет.